Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Шквалистый ветер и снег в регионе объявлено штормовое, о чем предупреждают и мечей. За аномально холодной весны отопительный сезон в регионе снова продлевают, каким районам вновь придется запустить котельные. Должны работать адресно. Вы заранее должны, не знаю, через e-mail, через прямой директ-мейл, вы должны уже сообщить, что для вас предоставлена такая-то услуга. Александр Бурков поручил Минтруда наладить персональный контакт с людьми с инвалидностью, как будет работать система. Все об отдыхе в Омске обсуждают последние тренды туристического бизнеса и представляют новые маршруты по региону. И до министерства на велосипеде. Должность обязывать быть и при параде периодически. Вот как с этой ситуацией справляетесь? Я бы сказала, не периодически, а постоянно, но часть гардероба у меня на работе, поэтому можно всегда прийти и переодеться. Что заставило омских чиновников крутить педали. Несмотря на то, что в эти минуты дождь и снег прекратились, пароистый ветер сохраняется. Штормовое предупреждение в Омске сохранится до 19 мая. Погода в регионе сегодня испортилась всего за несколько часов. В городе шел снег с дождем, осадки выпали и на севере региона. Амичей жителей районов области просит быть внимательными, по возможности не находиться рядом с крупными рекламными конструкциями и зданиями. Возможно, погода продолжит ухудшаться. В течение сегодняшнего дня через территорию Омской области проходит активный циклон. У нас усиливается ветер. На данный момент до 19-21 метров в секунду по южным районам. В связи с чем было дано штормовое предупреждение и разослано по схеме, которое звучит так, что в ближайшие 2-3 часа 18 мая с охранением ночи 19 мая местами по Омской области ожидается очень сильный ветер. С порывами 21-26 метров в секунду. Штормовое предупреждение было разослано в органы власти и МЧС по Омской области и городу. Орегиональное правительство рекомендовало главам районов, где отключили отопление, возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения. На распоряжение поступило с учетом сложившихся погодных условий. По нормам, отключение отопления возможно после того, как на улице установится среднесуточная температура не менее плюс 8 градусов и продержится минимум 3 дня. Главы Азовского, Таврического, Черлакского, Тюкалинского, Марьяновского, Называевского, Любинского районов подтвердили, что в ближайшее время подключат батареи снова. В 13 муниципалитетах и в Омске топить не прекращали. В 14 мая вице-губернатор Сергей Фролов сделал официальное заявление о том, что в городе продлен отопительный сезон минимум на 7 дней. Позже будут принимать решение, ориентируясь на погоду. Спецназовец Руслан Костин уже 15 лет прикованный к инвалидной коляске получить деньги на покупку благоустроенного жилья в Саргатском районе. Ускорить решение жилищного вопроса помог глава региона. За помощью к Александру Буркову обратилась председатель районного общества инвалидов Светлана Ушакова. По ее словам, бывшему спецназовцу необходимо постоянно медицинское наблюдение, лечение и консультации специалистов. Однако ездить в Саргатскую ЦРБ он вынужден за 65 километров из деревни Щербаке, где проживает. Федеральная субсидия ему положена как участнику боевых действий. При содействии главы региона и поддержке общественников Руслану Костину ускорят перевод денег. Это 650 тысяч рублей. Родители уже подобрали благоустроенное жилье в районном центре. Решился положительно нашим губернаторам вопрос. И они будут приобретать квартиру в муниципальном районе. Жили с мамой, он живет с мамой и папой, наверное, 70 километров от Саргатки. А проблем много у него. И если приобретут с Саргатки жилье, то, конечно, это облегчит жизнь, благоустроенное жилье этого человека. Между тем, в ближайшее время работа социальных служб должна стать адресной. Наладить персональный контакт с людьми с инвалидностью Александр Бурков поручил министру труда и соцразвития на соседании Совета по делам инвалидов. Сегодня в регионе проживают более 134 тысяч людей с ограничениями здоровья. В их числе 8 тысяч детей. Для многих из них социальные реабилитационные услуги, оказываемые государством, это важнейшая составляющая жизни. Вот их полный перечень зависит от индивидуальной программы реабилитации. Так что в ближайшее время каждый человек с инвалидностью будет получать персональный список, доступный ему социально-бытовой и медицинской поддержки. Вы должны работать адресно. Вот на следующий год мы понимаем уровень наших услуг по реабилитации, по социализации. Все, вы заранее должны, не знаю, через e-mail, через прямой директ-мейл, да, но вы должны уже сообщить, что для вас предоставлена вот такая-то услуга. Это тоже вопрос цифровизации, то, о чем мы сейчас говорили, это все в комплексе надо смотреть. Он должен быть уведомлен в конце года, что его ждет в следующем году. Тем более, многие инвалиды ограничены в передвижении. Зачем? Эта забота наша должна быть прямая. В Омске сегодня открылся международный туристско-транспортный форум «Отдых Омск-2018». Туристические маршруты представляют муниципальные районы области. На форум приехал и федеральный гость, основатель всероссийских туристических премий и маршрут-воды Russian Event Awards Геннадий Шаталов. Как он оценивает омский туризм и чем наш город может зацепить пытливых путешественников, расскажет Юлия Думанова. Пять часов пути куклы обереги в Омск приехали из Муромцево. Одни, по поверьям, исполняют желания, другие сохраняют благополучие в семье. А сделали их туристы из Германии, которые накануне приезжали в Муромцево изучать легенды знаменитых Пятиозер. Мастер-классы по изготовлению оберегов – часть культурной программы. Рядом с тент из Омского района там тоже есть что показать. Отстроили целый сказочный город с избушкой Бабы-Яги, русской печкой, музеем Папара. Туристов сегодня зазывают ягодкой-загадкой. Сейчас вы должны сами попробовать и угадать, что это за вкус. Это наша сибирская ягода. Засахаренная. Если без знаток. Похоже на клюкву, но так ли это? Похоже на клюкву, но на самом деле это не клюква. Это вишня, действительно вишня. Нужно сначала освободить ее от косточки, потом нужно выварить в сиропе и высушить в печи на листе. В форуме принимают участие специалисты по туристическому бизнесу из России и Казахстана. Геннадий Шаталов, основатель федеральной премии в области туризма «Маршрут года», знает, чем удивить современного путешественника. Считает, что сейчас стоит делать ставку на событийный туризм в качестве примера, называют Омский фестиваль военно-исторической реконструкции «Служилые люди Сибири». Он пройдет в августе. По сценарию Омскую крепость будут осаждать вражеские племена джунгаров, а русские воины отражать нападения. В реконструкции смогут принять участие все желающие. У него есть все предпосылки стать одним из таких визитных карточек туризма не только Омской области, а именно Сибири. Омские туристические маршруты в скором времени могут появиться у ведущих туроператоров страны и мира, но это если их одобрят федеральные эксперты. Они приедут в наш город летом и испытают на себе главные туристические направления. А вот куда они поедут, определят по итогу форума. Он продолжится завтра. Юлия Думанова и Павел Манджос, 12 канал. Амичей приглашают вступить в экологическую гвардию. Главное требование – любовь к природе и возраст старше 18 лет. Создание в регионе Института общественных инспекторов по охране окружающей среды было заявлено сегодня на заседание Общественного экологического совета при губернаторе, который возглавляет заместитель председателя правительства Татьяна Вежевитова. Работать общественные инспекторы будут на безвозмездной основе. Момская экологическая гвардия будет снимать на фото и видео нарушения в области охраны окружающей среды, общаться с самими нарушителями и не позволять им уничтожать вещдоки. Оказывать властям содействие в природоохранной деятельности, заниматься экологическим просвещением населения. Записаться в гвардейцы можно в региональный Минприроды по адресу Куйбышева, 63. Обучать инспекторов будут специалисты-экологи из вузов города. И сегодня же на заседании совета шла речь о создании экологических паспортов на крупных предприятиях, чтобы о мячам была доступна объективная информация о предприятиях, влияющих на состояние окружающей среды в городе и регионе. Такие паспорта будут у 22 предприятий города. Сегодня журналистов наградили за помощь в оказании президентских выборов. Около 80 представителей различных СМИ, телеканалов, газет и информационных агентств получили грамоты и благодарности. Церемония прошла в региональном ЗАГСобрании. Самое большое количество наград вручили 12 каналу. Мы получили 16 благодарственных писем. Это была напряженная работа, это было очень сложно. Мы сутки просидели в пресс-центре, но это была только верхушка айсберга. Это было последнее напряжение сил, вот тот самый последний спорт. На самом деле напряженная работа длилась все время. Я считаю, что вот эта награда, которую нам сегодня вручили, она действительно достойна и показывает тот уровень напряжения, тот уровень затрат, который мы вложили в предвыборную эту кампанию, освещая ее и рассказывая нашим телезрителям. Председатель обл. избиркома Алексей Нестеренко отметил, что освещение президентской кампании проходило на профессиональном уровне. Без информационной поддержки избирателя комиссия не смогла бы реализовать большинство нововведений в законодательстве, которые были приняты буквально с колес. К примеру, то, что в этом году избиратели могли проголосовать не по прописке, а по месту нахождения. У нас только в Омской области порядка 57 тысяч избирателей смогли воспользоваться возможностью проголосовать по месту нахождения. Не только у себя на своем избирательном участке, но где бы они ни находились. 57 тысяч человек могли бы вообще быть лишены избирательного права. Если бы это правило просто было записано в законе и об этом бы не знали люди, оно просто не было бы реализовано. Сегодня Международный день музеев, который по традиции плавно притечет в ночь музеев. Ежегодная просветительская акция состоится в субботнюю ночь с 19 на 20 мая. МЧС могут стать участником исторического бала, увидеть светение сакуры и прикоснуться к уникальной маске шамана из кунсткамеры. Флэш-мобы, квесты, мастер-классы и даже рок-концерт пройдут в Омске в рамках акции. Подробную афишу всех событий вы найдете на сайте 12 канала. В этом году в акции впервые примут участие сразу 12 омских музеев. И впервые между ними будут курсировать специальные автобусы-шаттлы. Ночь музеев – это ежегодная международная акция, которая проводится с 1997 года. Первое такое мероприятие состоялось в Берлине. С тех пор каждый год миллионы музеев и арт-площадок открывают свои двери всем желающим бесплатно. Александр Бурков и Владимир Варнавский поблагодарили омских музейщиков за верность профессии. Первые лица региона поздравили специалистов с профессиональным праздником и пожелали им успехов и благополучия. Цитирую. В нашем регионе действует четыре десятка государственных и муниципальных музеев, а также множество школьных и ведомственных. У каждого своя история, собрание ценностей и своя неповторимая творческая атмосфера. Их двери всегда открыты. Поздравляем с профессиональным праздником сотрудников музея. Спасибо за добросовестный труд и верность к профессии. Конец цитаты. Десятки мечей этим утром добирались до работы на велосипеде. Так, горожане присоединились к всероссийской акции, которая предполагает, что люди на день сменят автомобили на двухколесный транспорт. Крутить педали не только полезно, но и модно. В прошлом году к акции присоединились жители 35 регионов России. Пример коллегам показали руководители и топ-менеджеры более 200 компаний. Анна Кокорина сегодня добиралась на работу в компании известной омской чиновницы. На работу на велосипеде ежегодно к этой акции присоединяется больше одного миллиона россиян. Отсутствие дождя и сильного ветра. Отличные аргументы для омичей. Благо, что и вдоль дороги на работу уложены тротуары. Так что путь будет вполне безопасным. Не будет в дороге и скучно. Попутчиками запросто может стать инженер телекоммуникационной компании, преподаватель вуза и даже заместитель министра культуры. На двухколесный транспорт Анна Статва пересаживается каждую весну. За лето наматывает больше полторы тысячи километров. Это только на работу. При этом легких путей чиновница не ищет. Я живу возле старого аэропорта. То есть если по прямой ехать через Ленинградский мост, это 7,5 километров. Это совсем немного. Если ехать через метромост, как я часто езжу, это чуть больше 10. Но на самом деле это немного совсем. Это 30-40 минут. И с учетом того, что на автомобиле ты едешь примерно столько же ввиду пробок, но приятнее проехаться на велосипеде. Должность обязывать быть и при параде периодически? Вот как с этой ситуацией справляетесь? Я бы сказала не периодически, а постоянно. Но часть гардероба у меня на работе, поэтому можно всегда прийти и переодеться. И ничего в этом страшного нет. Это даже очень удобно. У нас как минимум два начальника управления в министерстве. Они тоже ездят на работу на велосипеде. И пресс-секретарь у нас тоже есть на работу на велосипеде. Поэтому я надеюсь, что число коллег, которые пользуются этим видом транспорта, будет, конечно, увеличиваться. Сегодня во всем мире насчитывается более 1 миллиарда велосипедов. Это почти в три раза больше, чем количество всех автомобилей и мотоциклов. И если одни колеся по городским улицам заботятся о здоровье, другие убегают от кризиса финансового. Например, 3 миллиона англичан так экономят больше 30 фунтов стерлингов в неделю. Это почти 200 долларов в месяц. В России же велопоездки с каждым годом набирают популярность. При этом все чаще крутить педали россияне берутся не только летом, но и зимой. Велосипед – это стиль жизни на каждый сезон. Свой определенный велосипед. Летом – это, пожалуйста, спортивный шоссейный. Зимой – это фэтбайк или же горный велосипед. Зимняя резина также, как и на автомобиле ставится. Ну и, собственно, все. Специальная зимняя экипировка и в путь. Доказано, регулярные велопоездки укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают вес и понижают уровень вредного холестерина в крови. Утром – это отличный способ проснуться, а вечером – снять напряжение. Ведь о том, что велосипед положительно влияет на характер, говорил еще известный мультперсонаж. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Анна Кокорна, Александр Саражин, 12 канал. Вот как и материалы наши корреспонденты готовят к итоговому выпуску, смотрите в 19.30. Снести или построить будет сложнее. Депутату Госдумы поддержали законопроект о перепланировках в многоквартирных домах. Несанкционированные переделки уже превратились в настоящую проблему. Жильцы, не ведая, что творят, сносят стены, подвергая опасности соседей. Теперь же разделить комнату на две или объединить санузел можно будет лишь в том случае, если эти работы будут указаны в специальном перечне. Ужесточится и контроль со стороны жилинспекции. Наведаться в гости не смогут в любое время. Наталья Бельска узнала у специалистов, чем может обернуться несанкционированный ремонт и почему из-за переделок можно лишиться квартиры. Кофе с привкусом искусства, картонные стаканы для напитка, любимого миллионами, амичка Алина Шерфуддинова превращает в арт-объекты. В коллекции кофеманки несколько серий. На одной изображены омские соборы, кафедральный Никольский, Крестовас-Движенский. На другой известные личности. Чарли Чаплин, Ван Гог, Че Гевара. Отдельные работы художница-самоучка посвятила Любинскому проспекту. И это, говорит девушка, только начало. У меня была идея создать серию стаканчиков «Осторожно горячо», конкретно вот для женщин. Чтобы женщины с утра пили кофе, им было приятно. Татьяна Денисова встретилась с художницей и узнала, как родилась идея необычного хобби и какие глобальные планы вынашивает художница-самоучка. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица. 999-222. Ходил раньше Павел и старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцени, что и склад, и магазин. Здесь торт «Прага». 600 граммов всего 194 рубля. Вот это цены. Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. Ковка. 509-017. 509-017. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. И о погоде завтра, 19 мая. Облачная погода без осадков. В ночь температура воздуха опустится до минусовых значений. В районах минус 1-4. Днем 7-12 градусов тепла. В Омске в ночные часы холодно. До минус 3. Днем плюс 8-12. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба. Эфир 12-го канала продолжит программа «Благовест». Итоги дня подведем в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова